Прежде чем вы начнёте смотреть очередной выпуск программы «Диалог в стиле рок», мы хотим заранее предупредить. Это будет несколько необычной передачей. В отличие от предыдущих выпусков, где мы только рассказывали и показывали то, что, как правило, больших споров не вызывало, сегодняшняя программа — это взгляд на некоторые спорные, возможно, моменты изнутри. Итак, в сегодняшнем выпуске «Диалога в стиле рок» вы не услышите ни глубокого социального анализа... Я хочу говорить только о любви. Ни серьёзных рассуждений на музыкальные темы... У нас, в принципе, все песни вряд ли имеют что-нибудь общее с искусством. Ни глубокомысленных споров о том, что лучше — рок или классика. Зато мы гарантируем вам встречи с интересными людьми... Желый кино — это всё ясно. Там сумасшедший. ...с людьми скромными и бескорыстными... Единственное, что хочется, это почаще появляться по телевизору. Мы посмотрим кино и поговорим о жизни... И, конечно, будет много музыки. Моё имя — стёршийся и рогрит, мои одежды залатаны ветром. Что, внизу я в зажатых ладонях, Меня не спросит, и я не отвечу. И как перед битвой, решительной битвой, Стою у каждого перекрёстка на море асфальта. Я вижу свой берег, Свою голубую рассыпя. Свою голубую рассыпь. Свою голубую рассыпь. На все вопросы рассмеюсь я тихо, На все вопросы не будет ответа, Ведь имя моё... И оно глиб, мои одежды залатаны ветром. Свою голубую рассыпь. В.Сухи Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я здесь Я думаю, что нужно иметь большую смелость так сказать по отношению к этой работе Поскольку моя позиция была, может быть, даже чрезмерная, я ее пытался даже припрятать А если уж нужно так каким-то словом выразить мою позицию, я могу назвать только одним словом, любовь Любовь к этим людям Я думаю, что это достаточно серьезная позиция в этом мире, полная всевозможных слов Разговоров, определений и тому подобных вещей А я хочу говорить только о любви Прежде всего в творчестве идет речь о профессионализме Нравственном, что ли Имеет право что-то делать в кино, в музыке, где угодно Человек С достаточно четкими точками отсчета Привет, Майк Быстро мы раскипаем Часто всех сидит, а нас нет Все в мире есть, и все необходимо, и все нужно И каждый день в нашей жизни это ценность И неизвестно, где больше проявляются люди в героических, каких-то экстремальных ситуациях Видим вот, как ты ешь, как ты сидишь, как ты ходишь Это тоже общение на очень высоком уровне Фрагмент с Михаилом Науменко Лидером ленинградской группы «Зоопарк» Более известным под кличкой Майк Один из характерных эпизодов фильма «Яха» Кстати, вы никогда не пробовали играть на картонных гитарах? Петька, Петька, стеки, что нашел! Петька, стеки, что нашел! Петька, стеки, что нашел сон Да нет, там ничего, только уже вечер А сейчас, тут пеняга Поищи еще его сначала, найди много Ну конечно, этот машинец запрянул опять станы Тихо, мужик, кто это там? А, отбой, да я его знаю Кто такой? Фокус поправь, это же Майк Ага, а что он тут делает? А что он тут делает? А-а-а Да, 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 да Да, да Да, 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 да Девушки отдыхают Друзья, сегодня в гостях у нашей дискотеки Популярная ленинградская группа Зоопарк Вы все знаете и любите этих ребят Итак, пристегните ремни Майк, мы ждем тебя Фонограмма Майк, где ты? Прорывайся Я обычный парень Я такой же, как он Я такой же, как ты Я не вижу смысла Говорит со мной Это точно тоже странное Что говорит с тобой Я такой, как сенья У меня есть жена И она милла Она знает, кто гораздо лучше Чем я Она прячет деньги В такие места, где я не могу найти Никогда Она ненавидит моих друзей И за то, что они Приносят портфель Никогда я оттену Что-то не то Он называет И говорит Я еду Смотрю И как у всех У меня есть друг У него на спине Полезший друг Друге нарисован Мой портрет Мой друг Заряжает Духовой пистолет Он стреляет В этот друг Он стреляет В него Каждый божий день Я рад Угружусь И у меня Миллион Друзей Летом Я хожу на спутион Я болю Уже зенит Зенит Чемпион Каждый божий На большом Жестной Трудель Ну дальше Я слышал Что все будет Не так Уже Угружусь Я болю Угружусь Я не люблю Я люблю Хожу на Витерский Друг КОНЕЦ Но при этом, при этом ведь показана, в общем-то, вся та, весь тот пласт ленинградской, такой неформальной, что ли, жизни, да, в которой ты, Витя, вообще вращался, собственно, из которой ты вышел, вот из этого как раз пласта, вот. Мне бы интересовала сейчас точка зрения, Петя, я прошу прощения, что перебил, спасибо, пока, пока, все. Мне бы интересовала точка зрения человека, который вот из этого вышел, вот из этого. Собственно, все, что происходило в Ленинграде, а рок-культура в полной степени зародилась именно в Ленинграде, я прошу прощения перед московским представителем, но я так еще все-таки считаю. Все-таки ленинградская рок-сцена, мне кажется, более свободной изначально, там не было никаких устоявшихся критериев, все развивалось само по себе. Все-таки московская сцена, мне кажется, более официально зарождалась. Фильм, я думаю, конечно, все-таки имеет, имел целью, когда делался, это показать людей, которые, в общем, вполне заслуживают пристального интереса и внимания, и которые, так сказать, этим вниманием объединены, то есть это как раз был... Ну, я помню, что когда мы снимались, сколько было проблем со съемками, сколько было запретов от каких-то официальных органов, и с каким трудом все это делалось. Вот, поэтому там некоторый отпечаток такого андеграунда лежит на всем фильме. Вот, поэтому там не очень хорошо обстоит дело с оптимизмом, потому что непонятно, как было, как будут складываться... Было непонятно, как будут складываться дальше дела, вот. Ну, что, собственно, так и было, действительно, потому что мы все играли, и кроме каких-то заботычин в печати там или каких-то других ничего не получали. Ну, не считая, так сказать, внимания нашей аудитории. Но до сих пор, я не знаю, у меня не было широкого общения с людьми, которые видели эту картину, тем более, что картины видели очень немногие. Существует всего там две-три копии этой картины, и... Отсюда, я думаю, и многие недоразумения по поводу вот того, что мы занимаемся модными вещами, например. Я, снимая этот фильм, меньше всего думал о моде там, о том, что я попадаю в какую-то струю. Я просто отдавал дань любви тем, кто с детства мне неравнодушен. Вот. И второе, говорят о том, что фильм вроде бы из каких-то обрезков, там, взломщика склеен, или еще чего, и тому подобные вещи, или сравнивает его с фильмом «Легко ли быть молодым», там, фильм, который я увидел только после того, как фильм был уже мой снят. И я вовсе не пытался себя противопоставлять, допустим, «Подниксу» в этом фильме, в этой картине. Хотя, посмотрев картину «Подникса», я во многом не согласен ни с позицией автора этой картины, ни вообще с точкой зрения на неформалов. Бабушка нагрузилась. Господи, из какого подвала повылазит? На тебя на горизонте цой. А мы впишемся всей толпу? Да впишемся, Игорь, а ты все делал, не волнуйся. Тузик, попроси у него. Ну ладно, все. Давно ждите? А ты ничего. Проси, ну. Видишь? Пиши нас на попс, а? Югус. Бедлы, рано пришли. Через час приходи. Пойдем. Егорова, семейное счастье – это тонкая-тонкая вещь. Надо подавлять свои приходи ради общего дела. А то что получается? Сегодня ты не захочешь уступить, завтра он. А Шан, послезавтра развод. Ой, какая фенечка, фенечка замечательная. Да, 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 рука грязная, да, это тайна, тайна, нельзя, все. Ну отпусти, я тебе говорю, отпусти, отпусти, я тебе говорю, это все, это не для тебя. Валера, Валера, помоги руке. Он же зарастает, как на собачке прокалывается. Павел, иди сюда, погреться. Давай, пойдем, пойдем, действительно. Пойдем, там тепло, как в апельсине. Куда погреться-то? Давай, расходите, все, концерта не будет. Что-то я не пал. По какому праву? Как вам не стыдно? Советская молодежь вам этого не простит. Вы срываете культурные мероприятия, вы уклонитесь от своих обязанностей. Это произвол. Цой, ребят, Цой. Где Цой? Это тоже произвол. Витя! Друзья, как раз шейтись. Уфас, я тебя прошу. От Валерска. Тут, ну что, мы зря потесовали, что ли? Ты достал меня. Ты достал меня. Ты достал меня. Ты достал. Я тебя достаю, 74. Может быть, мы перейдем сейчас как-то к музыке, собственно говоря. От кино, поскольку диалог в стиле рок, а у большинства слушателей и зрителей как-то рок воспринимается в первую очередь с музыкой. Как-то ассоциация прямой с музыкой. Вот я сейчас хотел бы немножко напасть на Цоя. Я знаю, что ты владеешь каратэ и постараюсь быть более корректным. Но вот в нашей программе, в первой нашей программе, был клип, это фильмы. И, значит, мы получили, мы вообще очень получаем много писем. Ну, естественно, рок явление сейчас модное, вызывает очень много разговоров, очень много критики. Я сейчас хотел бы немножко так поиграть. Человека, который, ну, есть разная категория критиканов, критиков. Вот есть критиканство, откровенное совершенно. То есть люди, вот, чью точку зрения я сейчас постараюсь как-то выразить, а ты постарайся отбиться. А вы меня как-нибудь поддержите, хорошо? Хорошо. Ты смотришь мне в глаза, ты смотришь мне в глаза, но темные стекла хранят мою душу. Мы вышли из кино, мы вышли из кино. Ты хочешь там остаться, но сон твой нарушен. Ты так любишь эти фильмы. Мы вряд ли сможем быть вместе. Ты смотришь мне в глаза, а я смотрю вперед. Ты говоришь, что я похож на киноактера, и ты меня зовешь. А я иду домой, я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Ты так любишь эти фильмы. Мне знакомы эти песни. Мы вряд ли сможем быть вместе. Музыка. 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 Как хочешь, чтобы я остался навсегда с тобой. Ты хочешь, чтобы ты пела, а я тебя слушал. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Не тройь мою душу. Музыка. 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 И я, ты смысл, что ты мистер И я, ты милый, ты милый Дэк-ну бежать и твилу Мне знакомы в эти песни Ты, как любишь в кинотеатре Вряд ли сможешь быть вместе 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 Вот, и вот песня фильма. Витя, ну что такое вообще? У-у-у, ты любишь эти фильмы. Ну что это такое? Куда ты зовешь вообще? Где мелодия? Где стихи? Ну что это такое вообще? К чему ты призываешь? Что ты хотел сказать этой песне? Ну скажи, это что, музыка, что ли? Это искусство, да? Ну я считаю, что эта песня, конечно, ничего общего С искусством не имеет То есть вот тут вы согласны Я согласен, вот И единственное, что Мне хотелось это каким-нибудь путем Пробраться на телевидение Вот, и показаться, так сказать, широким массам Потому что я Ну очень хотел, чтобы на меня Посмотрели люди по телевизору Вот и все Славы, славы, жажду Конечно Теперь я понимаю, что, в общем Это было достаточно нечестно все Нет, ну дело в том, что Ты понимаешь, в чем дело? Песня, фильмы, в общем В какой-то степени Может быть и не имеет Много общего с искусством Но в какой-то степени Она достаточно характерна для кино Для группы кино Ну да, у нас в принципе Все песни вряд ли имеют Что-нибудь общее с искусством Хорошее признание Меня бы интересовало тогда Какой подход у тебя вообще К песням, к музыке И что ты, собственно говоря Хочешь этим сказать? У нас очень ленивая группа Вот, и Если бы мы больше репетировали Я думаю, что Музыка, которую мы играем вместе Была бы несколько интереснее Когда я Играю один То как бы я Вполне могу уже Отвечать, да И распоряжаться То, что делаю А когда вместе То уже как-то так Я иду несколько на поводу У всеобщей линии Вот Ну и плюс к тому Отсутствие какой-либо Базы профессиональной Отсутствие Элементарного места Для репетиции И в общем Все это, конечно Играет тоже Вот это, видимо, главное Условие Потому что условия Ужасные работы Скажем Прямо у всех И Да везде И героические Все это люди Приходится репетировать На квартире Безусловно И происходит такая вещь Что Люди Начавшие Вот Сейчас Разговор О Аквариуме О Машине Времени О том Что они Как-то Несколько Сдают Позиции И все Люди Разговаривая Так не Понимают Что Столько Было сил Отдано На то Чтобы просто Остаться Группой Что И то Что они Сделали В свое Время Это Так Много Я выкрашу Комнату Светлым Создавая Песню Скажем Теперь Действовать Будем Мы Кажется Так Да Такая Строчка Вряд ли Ты Рассчитывал О том Что Ты С этой Песни Попадешь На телеэкран А я Пока Я не попал Ну Вот Попал Уже Ну Вот Бывает Прокол Да Ветер Мы Мы Хотим Видеть Дальше Чем Окна Дома Напротив Мы Хотим Жить Мы Живучи Как Кошки И Вот Мы Пришли Заявить О своих Правах Да Слышишь Шалят Слащие Домы Дальше Шалят И Она Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нет, ну как-то так вот поругивали, конечно, а что отбиваться? А как отбиваться? Как я могу отбиться от этого? Ну не задевала вообще никогда эта критика? Ну она, как правило, была совсем не по делу, то есть поэтому я к этому серьезно не относился. Ведь это не мешало жить. Ну да, писали что-то, я не помню, что писали. Жизнь идет и что-то из нее вот выявляется, выпирает. И просто есть люди, которые лучше других умеют это сказать, проводники существующих дел. Вот, и ведь один из этих людей, он правильно считает, что рассказывается, если ты сел за стол и начал писать стихотворение, и знаешь, чем оно кончится, ты не поэт. Все. Разговаривать о том, как я это делаю серьезно, творческий человек, он правильно отвечает. Вот это к тому разговору, откуда песни, неизвестно откуда вот это. Что это такое? В мире есть множество непознаваемых вещей, и творчество одна из этих штук сильнейшая. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Расстало время заняться чем-то другим. Свори мне кофе, и я буду верен тебе. Отпеть на мой взгляд, и мы опять попадем в эту сеть. Набери мой номер, и я отвечу тебе, хочешь ты того или нет. Скажи мне слово, и я смогу его петь. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. На самом время заняться чем-то другим. Двенадцать из десяти не знают, что ты — это ты. Двенадцать из десяти считают тебя луной. Двенадцать из десяти боятся тебя, чуя в тебе свою смерть. Но я буду рад, если ты станешь рядом со мной. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. Мир, как мы его знали, подходит к концу. К тому разговору, откуда песни, неизвестно откуда вот это. Что это такое? В мире есть множество непознаваемых вещей, и творчество — одна из этих штук. Сильнейших. Я сейчас хочу немножко прояснить ситуацию, что здесь происходит. Дело в том, что когда мы собрались, чтобы посмотреть и обсудить фильм Рашид Нугманова «Яха», мы как-то не ожидали, что разговор выйдет за рамки чисто обсуждения фильма. И вот сейчас мы снова обратились к ребятам с просьбой снова прийти к нам в студию. Хотя сейчас мы несколько в ослабленном составе, нету. Петя Мамонова, он уже уехал, к сожалению. И нет такого образующего какого-то начала. Он был очень конкретным, а мы нет. И вот сейчас для того, чтобы как-то разговор, ну, может быть, не закончить, но закруглить, потому что к концу этому разговору вообще, Витя, не предвидится, вот, я хотел бы просто несколько вопросов еще дополнительных задать и на этом постараться поставить точку. Но если не поставить точку, то закруглить. Значит, меня очень интересует вопрос с аквариумом, честно говоря, потому что группа пользуется бешеной популярностью сейчас. Но интересная такая штука. В Ленинграде, где, собственно, они начинали работу, и где они получили первую какую-то такую партию поклонников, сейчас к ним относятся очень холодно. Знаешь, она стала другой, но, в смысле уровня, я боюсь судить, мне нравилась больше музыка раньше, потому что она была жестче. Сейчас они стали старше. Да, может быть, мне их трудно уже сказать. Вот мы когда разговаривали с Петей Мамоновым, он сказал, что вот на его взгляд, при всей туманности языка музыкального и текстового поэтического Боря Гребенщикова, эта группа все-таки гораздо более публицистична, чем даже та же Алиса. Вот как ты считаешь в этом плане? Потому что он возвращает, Борис, возвращает людей к утраченным каким-то нравственным критериям при всей туманности своего языка. А я не считаю слово «туманный язык» чем-то ругательным. То есть это может быть использовано как прием, и используется им уже в течение 10 лет. Другое дело, если бы он хотел писать конкретно, а получалось бы туманно, это было бы плохо. А так, ну, все отлично. Ну, все выдержано в определенном стиле, и те, кто привык уже, и те, кто его знают и любят, все другим не мыслят, не хотят ничего конкретного. Все привыкли копаться там на этих вот головоломках. Поэзия Гребенщикова, она, вот, я хотел бы просто сравнить это с группой кино. У вас все достаточно конкретно, абсолютно конкретно. В принципе, в каждой песне, ну, любой может вычленить какую-то идею, в общем-то... Ты знаешь, как выяснилось, нет. Нет? Потому что меня все время упрекают, и... Я очень часто слышу вопрос, а... О чем вы поете? Нет, примерно такого содержания. Ну, типа, а как вы думаете? А вкладываете ли вы в свои песни какой-нибудь смысл? Вот так, вот так, вот так, вот, вот. Ну, что, и что ты обычно отвечаешь на это? Я отвечаю обычно, что... Не знаю, и мне кажется, что да. Вот, но, тем не менее, раз такие вопросы существуют, то вот уже, значит, есть люди, которых даже такая конкретность уже не устраивает. Витя, немножко может быть запрещенный такой вопрос, скорее он избитый и банальный. Как ты относишься к популярности? Я сейчас поясню. Дело в том, что ваша популярность уже перешагнула границы страны. В общем, вас снимали телекомпании разных стран. В Соединенных Штатах вышел двойной альбом «Красная волна», на котором была целая сторона из ваших песен. Вот, скажи, это как-то твою жизнь вообще изменила? И вообще подход к твоему, к творчеству, к отношению к публике, может быть. Вот интересно. Ну, не знаю, я отношусь к этому запакованию. Я считаю, что, ну, мне просто нравится заниматься этим делом. Мне нравится играть в концерты, писать песни, записывать их там вот на студии. Вот. А все остальное, это как-то побочно. Хотя-ка я не могу сказать, что это было бы неприятно. То есть это, ну, всегда приятно, когда тебя как-то понимают, или людям нравится то, что ты делаешь. Скажи, вот сейчас можно говорить о появлении нового поколения ленинградских групп? Потому что все-таки «Аквариум» это, ну, если не вчерашний день, то где-то люди, в общем, старшего какого-то поколения. Сейчас появилось огромное количество новых коллективов на том же фестивале, блестяще выступили телевизоры ДДТ в частности. Вот можно говорить о какой-то новой волне ленинградского рока? Ленинградского рока. 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 Наслаждение мне предлагают электрошок Но я предчувствую пробуждение Оставьте меня, я живой И я буду думать своей головой Я не хочу называть героя И я не хочу говорить о крови Одна из групп, которые вместе с нами всплыли И тогда были вот такой То есть тогда у нас на сцене было засилье такого тяжелого рока Все играли тяжелый рок И больше ничего не было И вдруг появилась целая такая Когорта групп, которые начали играть что-то другое Что-то другое, что-то с элементами электроники Что-то такое ритмичное, жесткое И как в текстовом смысле, так как в музыкальном И телевизор одна из них Там руководитель группы Михаил Барзыкин Который автор всех песен Ну, в смысле текстов и музыки И который, в общем, пишет интересные тексты И, в общем, интересную музыку И достаточно остро при этом Рашид, а как твое мнение по поводу вот того, что сейчас происходит в Ленинграде И того, что происходит в Москве Поскольку ты, работая над фильмом «Яха», ты как-то вращался в этих кругах И немножко более хорошо ориентируешься вот в этих каких-то вопросах чисто специфических В отношении ленинградской московской рок-сцены Поскольку я немножко сейчас хотел бы пояснить Ведь в свое время мы слушали, в общем, одно и то же Мы слушали в основном, поскольку не было своего музыка Мы слушали западную музыку Потом появилась своя музыка Мы как-то вместе в нее входили, что называется Слушали ту же машину времени, аквариум Вот, а сейчас есть возможность сравнивать то и вот то, что есть сейчас Вот как бы на твой взгляд Ну, я не знаю, я не могу сравнивать, наверное, с музыкальной точки зрения Все, что происходит там Мы договорились о том, что рок – это не только музыка Да, правильно Вот я просто сразу оговариваю И по поводу фильма сначала Когда я его снимал, это было почти два года назад Ситуация была немножко другой, на мой взгляд Когда было еще неизвестно Выйдет ли это все на широкую сцену Чем это закончится Будущее было такое, довольно туманно, раскручато И съемки фильма проходили тоже с достаточными сложностями Например, трудно было снять Алису, кино и так далее Мы пришлось их снимать в каких-то подвалах Где уже никто нам этого запретить не мог Вот сейчас ситуация изменилась На прошедшем фестивале Шикарной сцене В Ленинградском фестивале Да, в Ленинградском фестивале Шикарной сцены В Ленинградском доме молодежи Пели такие очень острые вещи О которых раньше не помышляли Наверное, петь на такой Шублике Музыкальной стороне я не говорю Но о социальной тоже мне не хочется говорить О социальной стороне рока Мне хочется говорить Вот о Саморазвитии Не о связях с обществом И не о чисто специфических проблемах А о саморазвитии И мне кажется, что Может быть я не прав, Виктор Меня поправит Но мне кажется, что сейчас Какой-то процесс раздробленности пошел Если раньше это было все-таки Более сплоченным, единым Ленинградский рок Это имелось в виду Это значит какая-то крепкая Сплоченная компания Ребят, которые делают то, что они хотят И поддерживают друг друга Поскольку Этим заниматься довольно сложно То сейчас Поскольку этим заниматься можно И приветствуется Мне кажется Вот тот единый дух Он начинает пропадать И исчезать Ленинградской сцене Вот Это мое мнение Ты считаешь, что Возможность какого-то официального выхода Отрицательно сказалась На Ощущениях некоторых музыкантов? Я не провожу оценок Отрицательно или положительно Я просто Ну, в общем, сказалось как-то Как-то сказалось Ну, конечно, меняется Это все меняется Разумеется Не может стоять на одном месте Наверное, это Этот процесс Он еще в брожении Он еще не пришел К самому К завершению результата Вот очередной этап Наверное, он приведет К каким-то очень интересным результатам Появятся, наверное Очень интересные группы Которые Для которых не существует уже Тех рамок, которые были раньше Но существуют следующие И как они их разрешат Это будет, наверное, очень интересно Оставайте меня через 10 минут А что ты забыл, Наверное? В заключении программы Несколько слов, так сказать, от редакции Возможно, некоторые вопросы Затронутые сегодня Покажутся вам спорными Советская рок-музыка Сегодня находится в периоде становления И взгляды на этот процесс Безусловно, могут быть различными Приглашаем и вас Принять участие в разговоре В сегодняшнем выпуске Диалогов с телерок Были использованы фрагменты Кинофильма «Яхо» Режиссер Рашид Нугманов И прозвучали песни В исполнении ленинградских групп «Пикник», «Алиса», «Зоопарк», «Кино», «Аквариум» и «Телевизор» Программу подготовили Автор сценария и ведущий Евгений Бычков Режиссер Светлана Яковенко Ассистент режиссера Татьяна Лопихина Редактор программы Геннадий Власов Ну, я думаю, что можно На этом закончить Спасибо, Кино Спасибо, Яхо Редактор субтитров А.Семкин